В Нагуевичах гитлеровцы вместе с украинскими националистами расправились с родными, близкими и односельчанами Ивана Франко. Племяннику Ивана Франко Миколе Франко нельзя было показываться на улицах родного села, и он вынужден был оставить свою родную хату, бросить жену и детей и около года скрываться по лесам. Но тоска по близким, нестерпимое желание прижать к своей груди детей, пятилетнего Михасия и десятилетнюю Стефу приводят его в темную майскую ночь к родному дому. Здесь-то его по доносу украинских националистов исхватили гестаповцы. Более года мучили племянника великого писателя в застенках гестапо. Когда его вели на расстрел, он, глядя убийцам, в глаза крикнул «Я умираю, но на моё место придут тысячи! Да здравствует советская Украина!» Весной 1944 года фашисты поймали и жену Миколы Франко, которая всё время скрывалась по лесам со своими детьми. Палачи замучили её. Украинские полицаи провели обессиленную женщину под конвоем через Нагуевичи в Дрогобыч. Гитлеровский офицер отобрал у неё детей. До сих пор каменная стена Уратыши в городе Дрогобыче хранит следы фашистских пуль, которыми была расстреляна жена Миколы Франко вместе с другими двадцатью гречанами, украинцами-земляками великого поэта. Субтитры создавал DimaTorzok